Привет, друзья! Мое сегодняшнее видео будет посвящено апгрейду спиннинговой катушки. Апгрейды мультипликаторных катушек на моем канале уже были, и не один, а апгрейдов спиннинговых не было до сих пор. И сегодняшнее видео, собственно, призвано исправить эту ситуацию. Апгрейдировать или, говоря по-русски улучшать, я сегодня собрался катушку от Shimano, модель XH3000SFD. Обзор этой катушки на моем канале уже есть. И также те, кто смотрит мой канал давно и регулярно, я думаю, что уже не раз видели эту катушку в моих разных рыбалках. Так как эта катушка была со мной уже на нескольких рыбалках, это порядка 6-8 рыбалок, ну я точно не считал, я думаю, что в этом видео будет уместен небольшой отзыв о ней. Собственно говоря, рассказывать особо нечего, и то, что могу рассказать, в основном положительные моменты, потому что за время эксплуатации никаких косяков, глюков, ну или чего-то подобного не вылезло. Катушка работает хорошо, ход приятный, и, собственно говоря, намотка тоже как бы на уровне. Но это я еще отмечал и в том видео. Плюс ко всему, никаких сбросов петель или чего-то подобного я во время эксплуатации этой катушки не заметил. Собственно говоря, поэтому и я решил эту катушку апгрейдировать, чтобы продлить срок ее эксплуатации. Изначально эта катушка имеет практически на своем борту все, что нужно для того, чтобы она жила долго и хорошо. Но, пожалуй, только что здесь не металлический корпус. Если бы был металлический, было бы вообще замечательно. А так здесь 4 подшипника, один из которых установлен в ролике лесоукладывателя, ну и 3, соответственно, внутри. Ну, плюс еще, естественно, обгонная муфта, роликовый подшипник. Зачем же нужен этот апгрейд и почему я считаю, что его нужно сделать обязательно? Ну, во-первых, это продлит срок эксплуатации этой катушки и сделает ее более мощной и силовой. И второе, то что этот апгрейд, он копеечный, то есть он стоит недешево и делается достаточно быстро. В данном случае я говорю о том, чтобы довести эту катушку до концепции, которая называется в Shimano X-Ship. Ну, в данном случае подразумевается, что на ведущей шестерне и на ведомых везде стоят подшипники. В данном случае вот в этой катушке на ведомой стоит пластиковая втулка вместо вот такого маленького подшипника. Где купить такие подшипники, я расскажу и дам ссылки, естественно, в описании. Самое проще всего, наверное, это два варианта. Это заказать на Алиэкспрессе или же купить по месту. Но по месту часто таких подшипников не найти, маленьких. На Алиэкспрессе они стоят копеечная цена, грубо говоря. В зависимости от точности подшипника можно взять от 100 рублей, грубо говоря, до 400. Если нужно гибридный подшипник или еще какой-то. В данном случае этот у меня подшипник, я даже не знаю какой, я его еще покупал, когда увлекался радиоуправляемыми модельками. Тоже откуда-то, или с Алишки даже приходил. Но я не помню, где, не суть в этом. В общем, какой-то подшипник тоже, он недорогой, естественно. И, я не знаю, сюда, мне кажется, дорогие особо ставить не надо. Когда подойдет обычный класс о точности 3, Абиг 3, запечатанный подшипник, который, по-моему, по 100 рублей или по 150 продаются. По-моему, даже за несколько штук. В общем, я не буду долго рассказывать. Все ссылки в описании я дам. Так что все, ищите там. Дам даже, наверное, на разные подшипники. Все, давайте приступим. Я думаю, полностью разборку показывать я не буду. Или покажу ее в ускоренном варианте, для того, чтобы сэкономить время видео. Разбор этого чуда, инженерной мысли, занял у меня ровно 3 минуты. Я посмотрел по таймингу. Это еще при том, что я тут ключ сначала перепутал. Не того размера взял. Так что, в общем, это все быстро. Тут я больше говорю, чем, на самом деле, время уходит на ее разбор. Искомая. То, что нужно заменить, находится под главной парой. То есть, под большой ведущей шестерней. Сейчас я ее сниму и покажу, собственно говоря, что буду менять. Надеюсь, камера сфокусировалась. Вот здесь находится, собственно говоря, втулка, которую я сейчас и заменю на подшипник. Правда, для этого придется сейчас снять обгонную муфту. Потому что иначе ведомую не извлечь. Но здесь, опять же, никаких в этом сложностей нет. Просто откручиваете три шурупа и, собственно говоря, снимаете. Кто боится разбирать катушки, не бойтесь. Учитывая того, что сейчас у всех есть фототехника, видео, можно это снимать на видео, чтобы ничего вдруг не забыть и потом, соответственно, сделать обратный процесс. Всегда посмотреть, в общем-то, это не так, как раньше. Вот здесь тоже стоят подшипник. И, соответственно, сейчас заменю эту втулочку и соберу катушку обратно. Так, вот еще попытаюсь показать. Вот он, собственно говоря, корень всех бед у этой катушки. И ее сейчас заменю на подшипник. Соответственно, от всех бед я избавлюсь. Если кого-то заинтересовала, почему втулка такой формы, то отвечу, что это сделано просто для более надежной фиксации этой втулки в посадочном отверстии. Но в данном случае это не имеет никакого значения, потому что сейчас я установлю подшипник. И все сразу станет хорошо. Надеюсь, опять же, на видео это будет видно. Ну, хотя процесс, мне кажется, и так понятен. Вставить просто в посадочное отверстие подшипник и все. Разместить его там. Надеюсь, камера сейчас сфокусируется. Тут свет как? Виден, не виден, не знаю. Но, в общем-то, я думаю, что принцип и основы, как его туда поставить, не должны составить трудностей ни для кого. Наверное, только люди, что будут пугаться, разбирать катушку. Но не пугайтесь, как уже сказал, фото-видео вам в помощь. И представьте, что это просто вы заглядываете под капот автомобиля. Ну, или, скажем так, меняете в автомобиле аккумулятор. Вот лучше всего относиться к этому процессу так. Вы открыли капот, поменяли там аккумулятор, унесли на зарядку, зарядили и поставили обратно. Собственно, вот как я вижу сам процесс разборки и ТО катушки. Если так к этому относиться, то, в общем-то, я думаю, что ни у кого не должно возникнуть никаких проблем и страха перед этим, в общем-то, простым процессом. Что ж, это, в общем-то говоря, и все. Хотя, я думаю, вы и сами об этом догадались. Осталось только собрать катушку в обратной последовательности. На видео этого я показывать не буду, опять же, чтобы не занимать время. В заключении хочу сказать, что думаю, что с этим апгрейдом катушка получила возможность без каких-либо проблем работать со 130-ми веблерами. По крайней мере, я ее буду использовать для этих целей без какой-либо опаски. И думаю, что прослужит она достаточно продолжительный срок при какой-то разумной и адекватной эксплуатации. И будет, в общем-то, радовать своих владельцев. Спасибо за внимание. Надеюсь, видео оказалось вам полезным. Лайк, подписка, репост. Жду вас в комментариях. До скорых встреч. Пока-пока.